Друзья, всех приветствую на канале! Сегодня поговорим об актуальности iPhone XR в конце 2022 года. Несмотря на то, что телефону уже 4 года с момента выхода, он по-прежнему отрабатывает все возложенные на него задачи. На БУ рынке данная модель представлена в огромных количествах, на том же самом Авито, и состояние колеблется от неудовлетворительного до вполне себе свежих устройств. В данном случае этот вариант является официальной обменкой, которую заменили по гарантии в начале 2022 года. Такие варианты уже, конечно, редкость, а новым данный смартфон уже нигде не купить, поскольку он снят с продаж компании Apple. Средняя цена на него, опять же, зависит от состояния и колеблется от 16 тысяч рублей до 22-23 тысяч рублей в зависимости, опять же, от региона. Слово, последнее время большое распространение получили данные смартфоны, переделанные под iPhone 13 Pro в не очень хороших корпусах, на самом деле. Я такие смартфоны держал в руке, они по качеству страдают. Да и в целом они пересобираются китайцами, оригинального в них разве что плата. Вот эти фишки в виде трутона успешно прошиваются даже на китайских экранах, как и, в общем-то, значение аккумулятора. Поэтому такие варианты я вам не рекомендую покупать. Лучше взять смартфон в оригинальном виде, в каком он, в общем-то, шел с завода. За несколько месяцев использования этого смартфона аккумулятор просел всего на 1%, причем несколько дней назад показатель был 100%. Вот в данном случае этого смартфона мне хватает на полный день. Если я прям постоянно сижу в телефоне, то вечером приходится, конечно, подзаряжать. Но вот в данном случае, если мы на графике посмотрим, вот как раз-таки было использовано 100% заряда аккумулятора. Я его только что подзарядил при 7 часах и 3 минутах активного экрана. Что вполне себе отличный показатель, учитывая изначальную емкость батареи. И даже на iOS 16 все отлично оптимизировано. Смартфон не глючит, работает шустро и прекрасно выполняет все возложенные на него задачи. Однако стоит сказать, что сейчас установлено iOS 16.1. На первоначальных версиях iOS 16 я замечал небольшие проблемы с оперативной памятью. Здесь установлено 3 гигабайта. И при переключении между несколькими приложениями случалось такое, что вылеты происходили. Сейчас на 16.1 такой проблемы я не наблюдаю. Все же я могу, наверное, это спихнуть на сырость прошивки. Даже на сегодняшний день камера не пасует в сравнении с многими андроидами. Особенно по части видеосъемки. Максимальное разрешение при записи видео 4К 60 кадров в секунду. Этической стабилизацией. В общем-то картинка выходит сочная и красивая. Понятное дело, что в ночное время камера уже не совсем хороша. Ночного режима в этом смартфоне нет. Но днем и при достаточной освещенности ей, в принципе, иди андроидов до 1030-1035 равных точно нет. Также необходимо помнить, что смартфон защищен по стандарту IP67 от пыли и влаги. Но необходимо держать такой момент в голове, что со временем эта самая защита от воды снижается. То есть в данном случае прокладка, которая расположена вот здесь под дисплеем. Проклейка так называемая, да? Со временем ссыхается и вообще, в принципе, воздействие с водой уже не рекомендуется спустя год, как правило. Но если вы, скажем, попадете под дождь, с ним ничего не случится. Тут также установлены прекрасные стереодинамики, которые и на сегодняшний день прекрасно звучат и дают фору многим андроид-смартфонам. Что касается приема сотовой сети Wi-Fi, Bluetooth, у меня никаких проблем не возникало с этим. Прекрасно синхронизируются с разного рода наушниками. В данном случае я использую этот смартфон с Redmi AirDots. И если честно, друзья, синхронизируются быстрее и лучше, чем с теми же самыми смартфонами Xiaomi. Звучат в том числе. Я не знаю, с чем это связано. Еще хотелось бы пару слов сказать о зарядке. Я настоятельно рекомендую вместе с кабелем использовать именно быструю зарядку. Пусть даже и не оригинальную, она стоит там 300-400 рублей на том же Wildberries. Если у вас будет оригинальный кабель в наличии со смартфоном, ничего не случится. И заряжаться смартфон будет существенно быстрее, чем стандартным 1-амперным блоком, который еще входил в старые комплектации. На данный смартфон, друзья, на другом канале я снял полный ролик. Поэтому по ссылке можете посмотреть и оценить качество. Я снимал там в разрешении Full HD. Теперь, друзья, немного скажу о минусах. Основной минус, который будет являться проблемой для многих, это отсутствие некоторых приложений в App Store. Как скажем, банковских приложений, Сбера, Газпрома, Альфа-банка и так далее. Два ГИСа и некоторых других приложений. В принципе, с установкой данных приложений проблем не возникает. Стоит лишь зайти в программу iMazing, взять iPhone, на котором установлены эти приложения, перенести в эту программу, собственно, на компьютер, а потом уже с компьютера перенести на ваше устройство. Это занимает небольшой промежуток времени. Подробное видео я тоже делал по подсказке. Вот тут справа можете посмотреть. Также для меня еще одним минусом является отсутствие возможности оплаты картами. Apple Pay не работает в связи с последними событиями. Поэтому этот момент тоже нужно держать в голове. Ну а в целом, друзья, я считаю, что телефон еще пару лет будет точно актуален, будет получать последние версии iOS. И абсолютно никак вас не разочарует. Особенно, если вы его купите по хорошей цене. 1000 за 20 уже можно купить вполне себе отличный вариант. Внимательно только смотрите, чтобы емкость батареи была не ниже 85%. Проверяйте все функции, в данном случае True Tone. Но опять же, это не гарантирует того, что экран оригинальный. Но тем не менее, лучше все это просмотреть. Обязательно проверяйте Face ID. Ну и, в общем-то, общее состояние смартфона также оценивайте. Ну и также, друзья, смотрите на комплектацию. Всегда лучше, если в наличии имеются оригинальные аксессуары, поскольку стоят они недешево. Заряжать смартфон рекомендуется именно ими. Если есть денег немного побольше, имеет смысл обратить внимание в сторону 11 айфона. Он прослужит вам подольше, поскольку запас и производительности, и, в общем-то, возможности камеры, и дальнейшая его ликвидность на рынке будет несколько выше, чем у айфона XR. Все же, 1000 за 18-20, повторюсь, я считаю, вот это одним из лучших вариантов на рынке БУ-смартфонов. Друзья, большое спасибо за просмотр. После долгого, так скажем, отсутствия я возвращаюсь на канал, постараюсь радовать вас новым контентом и новыми обзорами. Обязательно подписывайтесь. Всем удачи и всем пока!